приветствую вас уважаемые зрители моего канала хочу сегодня с вами поделиться своим рецептом и приготовить колбаски горячего копчения как видите колбаски я уже приготовил заранее кому интересно как я их делаю видео есть у меня на канале данная колбаса куриная с добавлением немного шпика и или сала свиного на полтора килограмма курятины примерно 500 грамм шпика можно также делать и очень вкусно получается килограмм свинины и килограмм куриного филе я всегда использую для колбас куриное филе сейчас взял иголочку и прокалываю оболочку колбасок чтоб они не лопнули в коптильне заранее специально поделил на две колбаски чтобы было удобно укладывать в коптильне вот так вот колбаски получились приправы добавляете по вкусу и соль также добавляете по вкусу как вам нравится предварительно замочил ольховые опилки замачивал в пиве и дал им настояться примерно час берем решеточку и рекомендую всегда при горячем копчении использовать марлю складываю марлю в два слоя и аккуратно начинаем укладывать колбаски видите по две колбаски как раз хорошо ложатся на решетку взвесил сколько у меня получилось здесь колбасок килограмм 600 грамм как раз хорошо лягут вот так вот укладываем если они будут соприкасаться ничего страшного все хорошо приготовиться и прокоптится и сверху также накрою марлей и вложим это все в коптильню и подготавливаем теперь закладочки с опилками чтобы не пачкать коптильню чтобы опилки не пригорали я их всегда делаю так вот фольгу и заворачиваю такие вот пакетики и после того как опилки прогорят я просто беру фольгу и выкидываю в мусорку и при этом коптильня у меня остается чистой специально делаю два пакета под одну конфорку на плите и под вторую чтобы опилки лучше выгорали ничего трудного нету теперь приступаем копчение вот так укладываю пакеты с опилками и теперь сверху накрываю противнем для сбора жира на противень также укладываю фольгу чтобы жир когда будет капать в поддон не пригорал к нему а пригорал к фольге фольгу беру и выкидываю у меня коптильня уже около 8-9 месяцев и она практически в идеальном состоянии и теперь сверху укладываем колбаски после того как уложили колбаски закрываем крышкой после того как закрыли коптильню крышкой отключаем шланг и выводим его в открытую форточку включил конфорки и главное не забыть гермозатвор залить воду конфорки включил на слабый огонь и колбаски будем коптить около 40-50 минут приступаем к копчению друзья прошло друзья 50 минут выключили коптильню она еще примерно минут 15 постояла подождали пока все немного остынет и теперь смотрим как получились колбаски еще даже дым идет сейчас возьмем свеженькую марлю положу колбаски в марлю и вывешу на балкон чтобы примерно минут 20-30 они еще проветрились он сделал такой вот мешочек и сейчас на балконе подвешу его чтобы колбаски хорошо проветрились и остыли проветрил колбаски около 30 минут на балконе и вот такая вот друзья красота получилась запах просто не передать пахнет копченостями очень приятный вкусный запах сейчас разрежу и посмотрим как получилась колбаска вот разрезал как я говорил колбаска курина свиная свинины совсем чуть-чуть а в основном здесь куриная грудка сейчас попробую и расскажу вам как на вкус все отлично прокоптилась очень вкусная хорошая получилась домашняя колбаса горячего копчения рекомендую друзья повторить попробовать я надеюсь вам очень понравится на этом друзья буду заканчивать всех благ вам и вашим близким а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok